Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Мудрые свекрови. 5 знаменитостей, которые полюбили своих невесток как родных дочерей. Какое счастье, когда между родственниками складываются доверительные и теплые отношения, особенно если это невестка и свекровь. Среди знаменитостей есть такие свекрови, которые полюбили своих невесток как родных дочерей. Елена Преснякова. У певицы всегда складывались доверительные отношения со всеми избранницами сына. Преснякова хорошо ладила и с Кристиной Арбакайте, первой женой сына Владимира, и с нынешней невесткой, певицей Натальей Подольской. У нее также замечательные отношения. Елена всегда принимает сторону Наталии, потому что знает сложный характер своего сына. Любовь Руденко. Эта замечательная актриса познакомилась с будущей невесткой Еленой даже раньше, чем ее сын Анатолий Руденко. С девушкой они играли роль мамы и дочери. Любовь признается, что Елена действительно как родная дочь. Она ее очень любит, причем эти чувства взаимны. Елена и Анатолий счастливы браке более 10 лет. Актеры рады, что смогли повстречать друг друга и стать одной семьей. Елена Бероева. Егор Бероев и Ксения Алферова счастливы уже более 20 лет. Мама известного актера не менее счастлива, так как между ней и невесткой теплые и дружеские отношения. Она никогда не вмешивалась в семейные дела сына и не давала непрошенные советы. Ксения тоже уважительно относится к свекрови и сама часто советуется с ней по каким-либо вопросам. Надежда Бабкина. Если вспомнить первую встречу двух женщин, то невестка не сразу понравилась известной певице. Однако позже Бабкина раскрыла Татьяну с другой стороны и теперь в ней души не чает. Татьяна, по мнению Надежды, самодостаточная, реализованная и просто шикарная женщина. К тому же невестка одарила ее тремя замечательными внуками, что очень радует певицу. Лариса Гузеева. Сын известной телеведущей Ларисы Гузеевой Георгий прожил 7 лет в гражданском браке, прежде чем узаконит свои отношения. Между прочим, это был совет опытной мамы. Гузеева не хотела, чтобы Анна, избранница сына, страдала, если бы вдруг им пришлось расстаться. Поэтому, пожив вместе, они лучше поняли и узнали друг друга и приняли верное решение. Лариса этому рада и просто в восторге от своей невестки. Пишите свое мнение в комментариях, какая свекровь вам больше понравилась. В общем, пишите все, что вы думаете, с удовольствием прочитаю все ваши комменты и с удовольствием отвечу на все. Всем большое спасибо за внимание, всем удачи, берегите себя и своих близких и будьте счастливы. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok